Витамин D Витамины D у тебя категория Просто какая-то жуткая нехватка Надо сразу 300 тысяч витамина D тебе И потом еще по 10 тысяч принимать Все эти истории Кому применительно Наверное к постковидному восстановлению Это же вообще ужас какой-то творится В этом отношении Вот можете рассказать Кому верить, как подходить к этой ситуации Конкретно в моем случае И вообще Вообще может быть очень много причин У вас вот такие симптомы После чего отмечаются? Вы переболели? Так может после ковида, кстати, вполне Да, потому что вот это очень частая сейчас причина К сожалению, и многие пациенты На это жалуются и обращают внимание И тут надо смотреть не только витамин D Но и в принципе анализировать Различные показатели В том числе и вообще учитывать В какой форме переболел пациент Потому что если это средние и тяжелые формы То скорее всего это сопровождалось Гормональной терапией И это будет приводить к такой симптоматике Да, действительно Алена Владиславовна, основная тема Сегодняшней нашей встречи Это реабилитация против COVID-19 Расскажите, из чего складывается В вашей клинике реабилитационное лечение пациентов С COVID-19 Насколько я знаю, это единственная частная клиника Которая была перепрофилирована Правильно? Правильная информация у меня? Ну, одни из первых Одни из первых, да? Расскажите, пожалуйста, как проходит реабилитация у вас Коллеги, еще раз добрый день Вообще у нас накоплен достаточно большой опыт Мне хотелось бы сразу, если можно, да, презентации продемонстрировать Я постараюсь, очень постараюсь быть краткой Что хотелось бы сразу отметить Действительно, пандемия до сих пор не теряет свои обороты И помимо вопросов лечения пациентов и профилактики Актуальным становится вопрос реабилитации данных больных Сегодня уже говорили, это известно, ни для кого не секрет Что SARS-CoV-2 обладает тропностью к различным органам и тканям И мы сейчас уже говорим про COVID-19 Как мультисистемные полиорганные заболевания Которые поражают не только легкие, но и сосуды, и нервную ткань И различные другие системы организма Да, действительно, постковидный синдром Вот это определение уже набирает обороты И большое количество симптомов включено в данное понятие Перечислять их не буду Опять-таки, еще раз обращаю ваше внимание Что вся эта симптоматика касается не только бронхолегочной системы Ну, вот такое краткое распределение на некоторые группы Как вы видите, это и общие жалобы И со стороны бронхолегочной системы И сердечно-сосудистой системы И таким образом из этого вытекает Вот основное наше направление Которое мы сейчас следуем Что реабилитационное лечение пациентов Таких, оно все-таки должно быть комплексным С первых времен Это не только респираторная реабилитация Это и кардиореабилитация И двигательная, и нейро, и психологическая Если необходимо, в том числе Задачи, которые ставятся на текущий момент Если мы говорим про восстановительное лечение Конечно же, их много Перечислять их опять-таки все не буду Но, да, как уже сказали Хотелось бы поделиться опытом работы Именно вот в нашей клинике Клинической больнице номер один Она была с 1 апреля 2020 года Перепрофилирована под прием пациентов С новой коронавирусной инфекцией Конечно, сейчас мы имеем уже Больше информации, да, располагаем Для грамотного и обоснованного Применения методов восстановительного лечения До сих пор Вот основные принципы, которые выявлены Мы их стараемся придерживаться В том числе и этапность реабилитации Ну, мы работаем больше Вот на первом и втором этапе То есть это тяжелые пациенты Тоже сейчас вам основные моменты продемонстрирую Вот первый этап реабилитации То есть в красной зоне Мы начинали уже подключаться С первых дней болезни Мы занимались в условиях стационаров В условиях палаты Мы занимались в условиях отделения Реанимации интенсивной терапии Даже с тяжелыми пациентами Вот как видите на фотографии Которые даже были в седации И подключены к аппарату ИВЛ Мы подключали различные физиотерапевтические методы Которые доказали свою эффективность Как, например, массаж в электростатическом поле Виброжилет, который способствует улучшению мокроты Прошу прощения, немножко перескочила Если пациенту была необходимостью Мы подключали и ингаляционную терапию И миостимуляцию ослабленных мышц После выписки, конечно, встает вопрос о реабилитации Вот основная сегодняшняя тема Что же дальше И как показывает практика Действительно, сегодня коллеги уже говорили Даже если пациент переболел в легкой форме Как правило, реабилитация так или иначе потребуется Вот некий блок здесь представлен Это те методы, которые мы активно на сегодняшний день В нашей практике применяем Это, конечно же, и двигательная реабилитация И отдельные методы физиотерапии Задачи очень много перед нами выставляется Как я уже сказала, это восстановление Не только бронхолегочной системы Но на нем мы делаем акцент Вот здесь представлены комплексы, которые мы выдавали пациентам Еще с момента нахождения их в красной зоне Комплексы дыхательной гимнастики С указанием целей И методических особенностей проведения данных упражнений Мне хотелось бы акцентировать ваше внимание На основных аспектах, которые сейчас приняты В медицинском сообществе Основные аспекты, как должна проводиться дыхательная гимнастика Основой является глубокое и медленное дыхание Без каких-то форсированных резких вдохов и выдохов При этом уже коллеги проговаривали эту тему Что вот эта рекомендация по надуванию воздушных шаров Категорически не стоит на нее полагаться И не стоит следоваться Эта методика не является технологией реабилитации Она не показывает свою эффективность Не было каких-либо исследований в данном направлении И помимо того, что она в принципе не эффективна Еще и ставится вопрос о ее опасности Так как данное упражнение может привести к баротравме легкого То есть альвеолы, которые повреждаются при данном заболевании Они просто будут надрываться и травмироваться Физиотерапия тоже задач очень много Это акценты и на восстановлении легких в том числе Но вот некоторые хотелось бы так кратко осветить Современные физиотерапевтические установки Которые мы тоже в нашей практике используем И которые показывают свою эффективность Это методы общего уже более воздействия Вот, например, озонотерапия представляет действительно интерес Как дозависимая процедура Может использоваться локально, может использоваться системно Мы применяем системное воздействие И действительно находим патогенетическое обоснование данным эффектам Так как и иммуномодулирующие, и противовоспалительное действие озоны Противогипоксическое Мы также у пациентов наблюдаем Интервальные гипоксии, гипероксические тренировки Как установка, направленная на адаптацию пациента К условиям гипоксии Но, конечно, мы здесь говорим все-таки больше про второй этап реабилитации Хотя некоторые наши коллеги проводили исследования Применению данной технологии еще в красной зоне Еще одна оздоровительная методика Реабилитационная альфа-капсула Тоже достаточно много факторов воздействия Которые в комплексе способствуют Оказанию положительного эффекта Вот у пациентов с постковидным синдромом Обратите внимание, да, это не только касаемо легких Термический фактор, который будет воздействовать на организм Улучшает кровообращение внутренних органов Вибрационный фактор Датчики, расположенные на уровне грудной клетки Способствуют улучшению отхождения мокроты Кислородотерапия компенсирует гипоксию в организме Аромотерапия способствует восстановлению обоняния у пациентов Ну и хромотерапия и аэроионотерапия Для общего оздоровления пациентов также применяются Цели, которые достигаются очень много Обращаю ваше внимание, да, что большинство из них применимо И к постковидному синдрому Это если быть совсем краткой, проводя двухлетние итоги Но хотелось бы еще раз обратить внимание, что действительно Заболевание очень сложно, оно требует дальнейшего обучения Конечно, сейчас на рынке очень много различных современных И физиотерапевтических установок Установок касательно двигательной реабилитации И вопрос в их обосновании интеграции в программы Комплексного такого лечения, конечно, он остается открытым И, наверное, у нас еще в этом плане много-много работы с коллегами предстоит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому